Белгородские волейболисты В середине сета гости заставили хозяев паркета несколько раз ошибиться. 16-11. В концовке Нова титаническими усилиями сократила отставание. 19-21. Но развить успех не смогла. Белогория вырвала победу из рук. 25-21. Здесь очень респект вашему тиму. Тоже, что играли 3-2 с хорошим командой в вашем тиме, пришли просто серьезно. Я хочу, как сказать по-русски, congratulations на мою команду, что поговорку, как говорили на собрании и на тренировке, что работали тактику сегодня. Очень-очень хорошо работали. И всю задачу, как договорились, я очень задоволен сегодня. Во втором сете гости были лучше на подаче. Новокуйбышевцы ошибались на приеме. Как результат, Белогория вырвалась вперед. 14-7. И довело дело до победы с комфортным счетом 25-18. Рвать и метать мы все гораздо. Я тоже могу на трибуне сидеть и орать на футболистов, на кисти. Вы с нами не тренируетесь, вы не знаете, что мы проходим. Поверьте, мы работаем по 7 часов в день и умираем и там, и выходим. Явно надежда была совершенно на другую игру. Видимо, тянется этот шлейф поражений, который надо сломать. У нас ключевой момент. Либо не тот оказывается в атаке, либо не туда летит мяч. Любое. Сейчас все звучит как алибер. Понятно, что сейчас нас легче ругать, чем поддерживать. Нова попыталась вернуться в игру в третьей партии и даже активно стартовала. 10-6. Но удержать инициативу не смогла. Белогория вовремя среагировала и благодаря цепкой игре в защите и мощным подачам добралась до ничьей. 15-15. Дальше нашла коса на камень. И зрители увидели большое количество долгих розыгрышей и молниеносные комбинации. В борьбе нервов больше повезло гостям. 26-24 и 3-0 по партиям. Шансы всегда есть. Все надеялись, что сегодня все-таки наступит переломный момент. Единственное, что, конечно, нет претензий по самоотдаче. Ребята, я могу сказать, что сделали все, что могли. Новокубышевская новость замыкает турнирную таблицу Суперлиги. В лидерах чемпионата страны по волейболу пока локомотив из Новосибирска. Последний матч в этом году волжане сыграют дома 22 декабря в 5 вечера на МТЛ-арене против московского Динамо. Это были Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города.